И в завершении выпуска. Фестиваль парковой культуры прошел в Люберцах на минувших выходных. Для горожан подготовили обширную программу. Это и спортивный забег, и детские мастер-классы, и, конечно, много музыки. В Центральном парке, в парке Наташинский пруд и Либерчане отметили майский праздник – День парков. Начался фестиваль с массового забега. Ой, что будет? Самые разные летние и весенние песни, которые поднимают представление. У нас заработала в 2013 году программа губернатора. Мы все почувствовали особое внимание правительства Московской области, нашей администрации к проблеме реновации, создания новых парков. И они с каждым годом, их все больше и больше в Подмосковье. Организаторы подготовили обширную программу развлечений, мастер-классы по рукоделию, детскую фотозону, концертную программу «Дорога в лето». Крути, крючки, крючки. Для самых маленьких люберчан выступали клоуны – сказочные персонажи, которые провели с ребятами урок физкультуры на свежем воздухе. Очень хороший солнечный день, и мы не могли не прийти сюда. До этого мы были на открытии фестиваля в Центральном парке, где как раз Андрей объявлял о начале. Да, участвовали в забеге, очень все круто, на позитиве прошло. Погода такая, просто грех не выйти на улицу, и тем более поучаствовать в фестивале двух парков. В Европе ежегодный день парков отмечается с 1999 года, 24 мая. Дата празднования была выбрана не случайно. Именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые национальные парки. А вот в России майский праздник начали отмечать несколько лет назад. Однако он уже стал одним из самых любимых праздников в преддверии лета. Приходите к нам, будем вместе выходить на мероприятия. А главное, гуляйте больше на свежем воздухе. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.